Реформа местного самоуправления продолжает набирать обороты. В июне этого года был принят закон Московской области, диктующий изменения в структуре районных советов депутатов, а внесение корректив обсудили на публичных слушаниях. Касается формирования представительного органа муниципального района, он теперь формируется из глав поселений, входящих в состав муниципального района, из депутатов представительных органов указанных поселений, которые будут избираться представительными органами поселений своего состава в соответствии с равной независимой от численности населения и поселения нормой представительства. Этот закон, он говорит о сроках исполнения полномочий представительными органами власти, также о структуре порядки формирования представительных органов власти муниципальных образований районов в Московской области. Это будет единая система для всех районов Московской области. Изначально решением, представленным на слушаниях, предлагалось квотов 20 депутатов районного совета, 10 глав и 10 депутатов из поселений. Однако в ходе обсуждения рассмотрели возможность вхождения в состав как минимум двух депутатов из каждого поселения, что позволит полнее представлять интересы жителей в совете. Эти предложения будут рассмотрены, в том числе рабочей группой и после этого Совет депутатов будет принимать решение. Поскольку закон Московской области, он не говорит конкретно, что один депутат входит, а он говорит о том, что депутаты, а уже Совет депутатов будет принимать решение. Также планируется внести изменения в полномочия непосредственно главы района. Глава Щелковского муниципального района избирается Советом депутатов Щелковского муниципального района с числа кандидатов, представленных в конкурсной комиссии по результатам конкурса и возглавляет местную администрацию. Все изменения, которые были продиктованы областным законодательством, будут применены не раньше с течения срока полномочий Совета депутатов и главы Щелковского района. Александра Гранич, Александр Рожевский, телерадиокомпания Щелкова.